Плотные клубы дыма вырываются из наземных построек над четвёртым стволом калийного рудника в Соликамске. По кадрам, сделанным очевидцами, можно сделать выводы о силе огня, бушующего под землёй. Сообщение о задымлении в четвёртом строящемся стволе поступило в МЧС около полудня по местному времени. На момент ЧП под землёй находилось 17 шахтёров-проходчиков. При поступлении сообщения было 17 человек. Из них 8 человек вышли из самостоятельной зоны. Но, к сожалению, на 362-й отметке остались 9 человек. Предположительное возгорание произошло на глубине 340 метров. В момент пожара заблокированная бригада из 9 человек вела монтажные работы на 22 метра ниже очага. Они успели подать сигнал СОС, крикнули в рацию «Пожар» и перестали выходить на связь. У них было три вида связи. У них был ПГС, рация и металлический тросик, который идёт от места работы до сигнальщика. К сожалению, мы опросили сигнальщика. Был только сигнал о том, что у нас загорание и связь прерывалась. Больше никаких сигналов нет. Она опустила бадью. При приезде в ЭКСЧ, к сожалению, подняли бадью, она уже была в копости. Первыми к месту аварии прибыли горно-спасательные службы. Затем был развернут оперативный штаб. В боевую готовность приведены силы и средства МЧС России. В первые два часа спасатели четыре раза пытались спуститься в шахту. Но высокая температура не позволила подобраться к очагу. Ближе к вечеру горение всё-таки удалось локализовать. Но к концу дня стало понятно. Шансов на спасение у шахтёров нет. Горно-спасательные отделения спустились до максимально низкой отметки. Но, к сожалению, до полка, где производились работы и где находятся люди, спуститься невозможно. Ввиду нарушения конструкции ствола, бадевой спуск и спуск на спасательные лестницы упираются в изменённые металлические конструкции. К утру воскресенья были обнаружены тела восьми, оказавшихся в ловушке горняков. Несколько часов спустя погибшим был найден ещё один рабочий. Все мужчины – сотрудники Башкирского управления строительства номер 30. Пятеро – жители Пермского края, трое – Башкирии и один из Краснодарского края. Самому молодому из погибших было 26 лет. У него осталось двое детей. Со своей стороны мы принимаем меры сейчас по работе с семьями пострадавших. Конечно же, мы возьмём все затраты по похорону наших работников. Каждая семья, вне зависимости от того, из какого региона ребята были, получит по миллиону рублей. Но надо сказать, что выплатами помощь не заканчивается. Наоборот, она только должна начаться. Мы возьмём на сопровождение все семьи особое внимание детям. По одной из версий, в стволе шахты произошло возгорание монтажного материала. Точные причины трагедии предстоит установить следствию.